Всем привет, дорогие друзья! Пожалуй, пришло время сегодня немножечко прокомментировать комментарии и ответить на некоторые вопросы, которые поступили в последнее время. Приятного просмотра. Так, первое, наверное, я хотела бы ответить сразу на комментарии, которые повторяются, которые разными словами присылают разные люди. Например, это комментарии, спрашивающие меня, как называется та или иная музыка, которую я использую. Ребята, она никак не называется. Я использую музыку либо из iMovie, либо с самого YouTube. Она там идёт подходовыми какими-то названиями, которые реально не имеют отношения к этим мелодиям. Прыжок она может называться, или веселье, или путешествия. Эту музыку вы не найдёте иначе, нежели посмотрите просто на самом YouTube в их медиатеке, либо в медиатеке программы iMovie и всё. Я использую бесплатную музыку, у которой есть лицензия к использованию общему. То есть люди массово могут использовать это в своих роликах. Большинство музыки просто нельзя использовать и так далее. Дальше тоже поступил на днях комментарий по поводу того, что трескает, мол, звук при ветре, и нужно с этим что-то делать. Ребят, я не хочу с этим ничего делать. Хотя бы потому, что ветер бывает, наверное, в одном проценте моих видео. У меня 500 роликов, из них может быть в трёх, я не знаю, это даже не один процент, я не знаю. Там просто, ну, в трёх, ну, до десяти роликов, где у меня где-то попадаются маленькие кусочки, где трескает ветер. Если бы это была проблема, которая просто сопровождала каждое моё видео, я выбираю самые тихие улицы, вы это все знаете. Я выбираю улицы без машин, без людей, чтобы ничто не мешало, потому что все эти посторонние шумы сбивают не только меня, они дают вам, естественно, слушать. Когда я иду вдоль какой-то оживлённой дороги, да, восьмиполосной, конечно же, я моментально при первой же возможности всегда сворачиваю во дворы. Кто меня знает и смотрит регулярно, знает это отлично. Я не считаю, что это какая-то такая проблема, которую нужно обсуждать. Учитывая то, что я снимаю на улице в самых жёстких условиях для съёмки не имея профессионального оборудования, я считаю, что мои ролики более чем смотрибельны и приятны, потому что я всегда выбираю. Я выбираю погоду соответствующую, чтобы было ярко и красиво, я выбираю улицу хорошо освещённую и так далее, никогда не хожу ни по каким тёмным местам, никогда не снимаю видео вечером, никогда не снимаю на оживлённых улицах и так далее. Вы все это знаете, что я очень со своей стороны стараюсь, хотя мне это не всегда удобно. У меня, скажем откровенно, времени мало, и мне часто удобнее просто снять было бы в совершенно другом месте и при других обстоятельствах. Но я из уважения к своей публике, естественно, я хочу, чтобы вам ролики дарили удовольствие. Поэтому мне даже немножечко обидно и неприятно, когда вы мне пишете, и за какой-то крошечной долей моих видео где-то на море подул ветер, я всегда стараюсь при ветре не снимать, я всегда тут же отключаю камеру, если где-то я попадаю, где серьёзный ветер. Это могут быть только какие-то микрозарисовки на минуточку, что я шла, и мне непременно хотелось вам что-то показать, и тогда, несмотря на ветер, я показала вам это в целом. Если я веду какой-то монолог, раскрываю какую-то тему, я никогда не снимаю на ветре. Поэтому мне кажется, эта претензия более чем неоправданная, и мне бы просто не хотелось больше с этим разбираться, да, потому что я все недочёты вижу сама, и вот эти вот советы, которые люди дают уже не в первый раз мне, что покупай там микрофон, покупай осветительный прибор, ещё что-то. Ребята, я работающий человек, я иду на работу, я буду с собой носить кучу, у меня там в обед, может быть, получится 10 минут поснимать, я ради этого буду с собой целый день носить оборудование и микрофоны. Как на меня люди будут смотреть? Вы представляете, как на меня смотрят люди на улице? Все заглядывают, это очень много внимания я к себе притягиваю. Если я ещё обвешаюсь оборудованием, которое мне с собой целый день где-то надо таскать, пока я бегаю по встречам, по всему, я просто себе этого не представляю, поэтому вы мне этого не пишите, ни один человек в здравом уме не будет никогда ходить с никакими микрофонами, да? Это делают журналисты, которые ведут профессиональный канал, где есть съёмочная группа и так далее. У меня очень любительский канал, это просто мои какие-то видеозарисовки, я очень стараюсь, чтобы вам было комфортно смотреть. Спасибо. Вот, потом я сразу же хотела бы обратиться ко всем людям, которые пишут меня в личку. Ребята, давайте договоримся сразу так. Я буду отвечать только на вопросы, которые приходят мне на YouTube-канал. Меня в личке просто забрасывают сообщениями. Я большинство из них уже даже не пытаюсь читать, потому что это занимает огромное количество времени. И я первое время ещё пыталась отвечать вам. Вы, у вас, мой ответ порождает вас желание задавать ещё больше вопросов. Я не могу при всём моём желании вам помочь, я не могу индивидуально каждого консультировать. Я не миграционный центр. Я просто живу в этой стране и просто делюсь с вами моей каждодневной жизнью, да? Это не делает из меня какого-то юриста или какого-то человека, обязанного консультировать в вопросах эмиграции и так далее. Пожалуйста, не пишите мне эти вопросы миллионные. Я не в состоянии на них отвечать. Это отнимает невероятное количество времени. Я совершенно точно не могу пожертвовать своей жизнью, чтобы отвечать на эти вопросы. Пожалуйста, поймите, пожалуйста, правильно. Мне хотелось бы, я делаю в своих видео всё возможное. Я очень внимательно прислушаюсь к тому, что вы пишете мне на ютубе. В зависимости от ваших вопросов, вашей реакции, я стараюсь формировать контент и снимать, да? То, чтобы эти были видеокомпромиссы между интересом моей публики и моим интересом, да? Я стараюсь это всегда делать. Я думаю, что вы это видите, что все вопросы, которые как бы на злобу дня, я всегда стараюсь их поднимать и высказать своё мнение. Я больше ничего сделать не могу. Я не могу лично каждого человека консультировать в его эмиграции в Чехии. Плюс очень часто вопросы такие, просто не хотите париться вообще. Вот вообще, приехали в страну, не хотите сами изучать, задаёте абсолютно банальные вопросы, как записаться к врачу и так далее. Очень многое отнимает это времени. Я бы с радостью помочь. Я понимаю вашу растерянность, по-человечески я её понимаю. Просто вы должны меня тоже понять, да? Что я одна, у вас уже почти 5000 у меня, и мне в день приходят десятки сообщений. Нереально, абсолютно нереально на них отвечать. Просто я всю жизнь буду сидеть, только печатать, не работать, не снимать влог, ничего не делать. Я буду только отвечать на ваши комментарии. Это правда так. Это в огромных количествах. Я уже несколько раз хотела закрыть личку, потому что я просто не знаю. Я не знаю, что сказать ещё людям. Я не могу выступать с персональным консультантом. Так, это были такие общие вопросы, которые чаще всего приходят. Я вам очень благодарна за ваше внимание, за то, что мой канал растёт благодаря вам, за восхитительные слова, которые вы мне говорите. И сегодня мы немножечко разберём ваши комментарии. Так, вопросы были про Алёшкин университет, потому что я показывала видео, как мы ездили в Бруно в его университет. К сожалению, Лёша учиться не пойдёт. Хотя его взяли, и запись прошла, и все дела. Программа слишком загруженная, и учитывая то, что это другой город, и дорога туда-назад занимает 6 часов, мы так взвесили, что у него просто не будет возможности реально столько учиться. Мы искали в Праге возможность учиться по той специальности, которую бы он хотел, но в Праге нету заочного. И там заочная программа, как нам показалось, такая... Это такое урезанное дневное. Просто для работающего человека, настолько занятого, как мой муж, это нереально. Ездить. Это нужно по полмесяца проводить в Бруно. Это нереально финансово, нереально по времени, и никто не будет на работе его подменять столько. Поэтому учиться он в этом году не идёт. Первый вопрос. Та-та-та, позитивно, красиво. Каждый раз по приезду в Прагу думаем посетить столицу Моравии, но всё-таки не решаемся. Думаете, стоит там побывать? Однозначно. Однозначно. Я Моравию знаю очень плохо. Я была только в Бруно. У меня есть друзья, которые просто безумно обожают Моравию. Очень много времени там проводят. Я могу сказать, что там совершенно восхитительные деревни. То, что мы приезжали и видели на поезде, на автобусе несколько раз. Я проездом тоже была в Бруно и окрестностях. Это совершенно восхитительно. Просто восхитительно. Я думаю, что это та картинка, которая у многих людей ассоциируется с такой вот Европой. Когда вдали где-то стоит церквушка, под ней деревушка, вокруг речечки, озёра, и косули прыгают. Фантастика. Это однозначно стоит посмотреть. Туда нужно ехать, выделять этому внимание. Я думаю, что это будет очень отличный опыт от того, что вы увидите в Праге. Даже Бруно будет отличным опытом. А уж если вообще всю Моравию рассматривать, это совершенно другая жизнь. Это совершенно другая Чехия. Это абсолютно другой регион с другой историей, другой культурой, другими людьми. Это очень интересно. Писали, что вероятнее всего ситуация изменилась по поводу аренды квартир. Я когда-то давно, ещё может быть два с половиной года назад в одном из своих видео рассказывала, что у меня были проблемы как у иностранки со съёмок квартиры 10 лет назад. Люди пишут, что ситуация изменилась. Не знаю, потому что по-разному. Вокруг меня сейчас тоже же приезжают люди, какие-то мои знакомые сюда и так далее. У кого как. Не могу сказать, что ситуация однозначно изменилась. То есть некоторые люди вообще без проблем снимают, но это было и тогда. И тогда вокруг меня люди снимали некоторые без проблем, а некоторые как бы не хотят и не отвечают. Массово не отвечают на... Ну, когда они пишут по объявлению, что хотел бы снять вашу квартиру и так далее, массово не отвечают. Поэтому я не могу сказать, что однозначно ситуация изменилась. Это очень зависит от города, очень зависит от... В Праге там вообще же люди очень разные. Но в маленьких городах там ещё могут хуже относиться к иностранцам, а в некоторых наоборот лучше. Зависит от опыта конкретного человека. В целом люди как бы не то, что у них там неприязнь, я считаю, в чём проблема. Не в том, что у них неприязнь какая-то к иностранцам. Просто иностранца в их голове тяжелее прищучить. Что, наверное, правда. Иностранец не заплатит по долгам, смотается домой и потом ищит вещи. В международные суды подавай на него и всё. С местным человеком просто документально это намного проще. Я думаю, что это единственное реальное по-настоящему. Итак, тем временем уже прошло полтора часа. На меня все дела сразу обрушились, и батарейка села, в общем, одним словом. Продолжаем. Закончили мы на квартирах. Я думаю, что это основная причина сейчас. Тогда это было, я уже рассказывала, после 90-х лет. Наверное, связано всё-таки с некой неприязнью. Сейчас уже сильно изменился контингент. Люди стали наши себя гораздо приличнее вести во многих отношениях. Я думаю, что с большего сейчас, наверное, причина будет в документах. Но, безусловно, будут люди, которые просто-напросто не любят иностранцев. Любых иностранцев. У меня знакомые риэлторы рассказывали, что некоторые не хотят и западным иностранцам сдавать. Поэтому, в принципе, просто не любят иностранцев. Снова вопрос про, почему в Чехии недорогие машины. Меня, конечно, этот вопрос немножко уже раздражает. Вот это опять вы включаете наш менталитет, где всё измеряется только деньгами. Европейцы в большинстве своём мыслят иначе. А Чехии, в принципе, я говорила, особенно в крупных городах, они на машинах не ездят. Они ездят на машинах куда-то в отпуск, например, или кататься по стране. Для того, чтобы съездить на озеро, не нужна крутая машина. Соответственно, люди в это и не инвестируют деньги. Здесь просто это не является какой-то ценностью или показателем статуса. И хотя найдутся люди, которые считают иначе, с большего, как я смотрю, как рассуждают мои знакомые Чехии, здесь это не является каким-то статусом. На самом деле, я, наверное, уехала в том возрасте, когда я ещё не понимала, наверное, так глубоко вот этого значения статуса. Именно на своём канале я столкнулась с вот этими вот вопросами, которые для меня уже кажутся какими-то немножко странными. Я как бы не понимаю, почему так важно, что на улицах дорогие или дешёвые машины. Не знаю, не знаю, почему так это важно. Дальше парочка человек спрашивали, как тигра отреагировала на переезд. То есть нормально, я не могу сказать, что были как бы не было изменений. Изменения были в её поведении, безусловно, она очень с опаской на всё реагировала, как каждая кошка. Безусловно, она здесь всё очень изучала длительно, подбирала себе места получше, плюс квартира пустая. Кошкам это не нравится, потому что они очень любят перемещаться по мебели. Парочка была таких у нас с ней конфликтов на данную тематику, связанных именно с тем, что она хотела запрыгивать, например, на кухонный гарнитур, то, что я не разрешала и так далее. Но в целом она пережила гораздо лучше переезд, чем я ожидала, и всё нормально. Я вижу, что ей очень нравится место, то, что места много стало, и она бегает, просто бегает голопом. Реально очень часто слышно тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык. Ура, опять видео из всех девчонок, которых я смотрю, а смотрю я очень интересных девушек. Ты самая Оля Плодотворная. Трутишься, как пчёлка, и блог постоянно обновляешь. Спасибо огромное для тех, кто не знает, что у меня есть блог. Ссылка под каждым видео на мой блог. У меня их, собственно, два. Один о косметике на чешском языке, и один, который я сначала вела на чешском и русском языке, но потом начала вести только на русском языке. Я просто реально уже не успеваю ещё писать и второй текст на чешском языке. Вот. И два канала у меня также, кто... Опять-таки, ссылки всегда под каждым видео моим. Спасибо, я очень стараюсь. Несмотря на то, что это действительно не мой основной вид деятельности, и по сути я ничего не зарабатываю на Ютубе, потому что у меня очень маленькое ещё количество подписчиков. Вот. Но мне очень интересна эта сфера, и я стараюсь инвестировать максимально время, сколько я только могу. Поэтому, в принципе, двигаться есть куда и расти есть куда, но это, правда, занимает очень много времени. Это должен понимать любой человек, который начинает. Потому что если выпускать видео раз в две недели, по сути люди будут отписываться, вероятнее всего, потому что просто... Я сама не очень люблю каналы, я прекрасно понимаю, сама находясь в позиции блогера, я прекрасно понимаю, что у людей просто нет времени, когда блогеры-миллионники, у них это основной род деятельности. Естественно, они этим зарабатывают, они этим живут, это их карьера, это их всё. Они замотивированы, безусловно, постоянно выдавать видео, в то время как в большинстве своём люди обычные просто не имеют достаточно времени, не говоря уже о множестве минусов, которые выходят из блогерства. Например, как бы такой грязи, которая меня поливает, и в своей реальной жизни я не встречала никогда. Этот мир очень от меня далёкий, и я даже не знаю, как на это реагировать, это настолько мне чуждо, и мне как-то так искренне жалко людей, которые вот это всё пишут, я представляю, какая злобая агрессия. У меня никогда не было такого, чтобы я кому-то написала настолько озлобленные комментарии, включающие так много оскорблений и всего. У меня даже такого чувства никогда в моём сердце не было кому-то написать. Но это такая новая сфера, с которой я столкнулась до канала, я ещё вела блог, там очень много грязи было, и потом я стала вести канал. И здесь очень много грязи было, для меня это всё шокирующее, для многих блогеров, безусловно, это может быть крайне негативным моментом, потому что получается, ты как бы от чистого сердца делишься своей жизнью, ты выносишь своё сокровенное на большую публику, то, что для тебя важно и охраняемо, и люди просто беспощадно топчутся там ногами в чистом грязи, это очень некрасиво. Но это мелочи всё для меня, потому что у меня есть прекрасная публика, и её бы никогда не было, если бы не было этого канала, если бы не было этих трудов, которые я затрачиваю на этот канал. Да, я стараюсь выдавать видео каждый второй день. Для работающего человека, при таком количестве хобби, при семье, при куче своих вопросов, это очень много, правда. Поэтому мне безумно приятно, что вы это цените, потому что я действительно инвестирую в канал очень много сил и времени. В очередной раз поступил вопрос, не было ли агрессии со стороны Чехов ко мне, когда я приехала. Не было. Я много очень раз рассказывала, во многих видео, что агрессии не было. По сути, за всю мою жизнь в Чехии я столкнулась только три раза с дискриминацией. Честно, уровень этих людей — это люди, с которыми я бы никогда не общалась, если бы я с ними не столкнулась где-то по работе или так далее. То есть мне как бы на тот возраст и на то, что я тогда была эмигрантом-новичком, мне было, конечно, больно и неприятно от этих ситуаций, но ни больше, ни меньше. Как бы ты забыл о себе это, и всё, собственно говоря. Такого, чтобы тотально я бы здесь никогда не смогла жить, если бы тотально просто меня на протяжении 10 лет постоянно дискриминировали. Нет, ничего подобного. Наоборот, я обожаю Чехов, прекрасные люди, и как бы... Я вообще не очень верю, наверное, что... Тигрюха бегает. Что люди очень связаны со своей национальностью. По большому счёту я в это не верю. Но я верю в то, что условия жизни определённо воспитывают массово людей. Поэтому какие-то национальные черты отношения людей к чему-либо, наверное, выделить можно. На мой взгляд, чехи безумно добрые люди, большинство, которое я встречала, помогали мне всегда. Хотя это, наверное, неправильное измерение, что раз помогает, значит, хорошее, потому что никто не обязан помогать. Но помогали в таких ситуациях, в которых я сама бы не уверена, что помогала бы. Хотя вроде как с большего я считаю себя добрым человеком и отзывчивым. Но даже я бы, может быть, не помогала. Мне помогали в таких ситуациях. Но не только чехи помогали, помогали и другие люди, других национальностей. Но если говорить конкретно о чехах, то, что при переезде в Чехию были ли у меня проблемы с чехами, в целом не было. Все прошло прекрасно, не без моего труда, безусловно, и не без моего чувства сразу же. То есть я ехала сразу в эту страну интегрироваться. Я хотела здесь жить, я хотела здесь все постигать. Я уверена, что местные люди это очень чувствовали. Так же, как есть русскоязычные люди, даже другие иностранцы. Другие иностранцы тоже. Я недавно разговаривала с итальянцами, например, и они говорили, что чехи такие очень... патриотизм, мол, у них на грани фанатизма, что они вообще не приемляют никаких других иностранцев. Я промолчала, что вероятнее всего это связано с тем, что вы живете, ребята, здесь по 10 лет и два слова по-чешски знаете. Я промолчала, как бы не стала людям это в лицо говорить, но очень вероятнее всего, что это связано с тем, что чехи, в свою очередь, не видят, что эти люди пытаются здесь интегрироваться. То есть итальянцы сейчас, например, массово сюда едут, потому что у них кризис большой с беженцами, да? И получается, я их поспрашивала, почему вы сюда едете? Они говорят, да потому что условия жизни такие же, товары такие же, как бы общие условия европейские, понятные для нас, а при этом ситуация намного более безопасная и более стабильная, чем в Италии, например. Как политическая ситуация, так и там у них какие-то проблемы с оплатами труда и так далее. Это на отдельное видео тема, потому что много чего они мне об этом рассказывали. И получается, что они сюда бегут, как бы, но сами, не каждый далеко готовы инвестировать свое время, по-настоящему, как бы, здесь приживаться. И чехи это, безусловно, чувствуют, естественно. И таких людей не принимают. И также я встречала другого итальянца, который, наоборот, прожив здесь год, по-чешски говорит просто потрясающе, и тоже не понимает, говорит, что у меня есть другие знакомые итальянцы, которые здесь живут 6 лет, и у них, например, ребенок ходит в школу уже даже здесь, но они отдают ребенка в англоязычную школу и не знают ни слова по-чешски. Естественно, что местные люди такое отношение чувствуют. Я тоже не представляю, если бы я жила вот там в какой-то своей русскоязычной стране, и приехали люди, которые вообще абсолютно не хотят учить язык, абсолютно не интересуются культурой, меня бы был по меньшей мере вопрос, чего вы здесь тогда вообще делаете? То есть выжимаете систему, потребляете. Вот. И это касается, собственно, всех иностранцев. Поэтому думаю, что судьба каждого иностранца предопределена заранее тем, насколько он готов постигать местную культуру, учить местный язык, и насколько, наверное, ему в целом это близка страна. Потому что многие размышления чехов, большинство чехов, которые когда-либо слышала, мне были очень понятны. То есть мне в меньшей мере были понятны рассуждения наших людей. Хотя вроде как я росла, развивалась в этой среде, но я говорила много раз, что я чувствовала себя очень чужой. У меня был какой-то отличный менталитет, отличный от других людей менталитет. И я очень сильно от этого страдала. Когда я приехала в Чехию, я приехала ради этого, и этой проблемы сразу же не стало. Вот так бы я сказала. Снова и снова спрашивают меня по поводу страховой медицины, особенно люди, которые с ней никогда не сталкивались, например, белорусы, потому что в Беларуси нет страховой медицины, медицина является государственной и, так сказать, бесплатной. Очень много вопросов. Я сначала не очень могла понять, почему так часто спрашиваю, что бросят на улицу, умирать люди и так далее. Видимо, вы насмотрелись, ребята, каких-то американских фильмов, где поднимаются вот эти вот темы всё время, кто будет платить за больного и так далее. Здесь вообще такой системы нет. Я не хочу сейчас снимать снова видео на эту тему, да, длиннющее. Просто в двух словах, по сути, человека не может оказаться в Чехии без страховки. Это могут быть либо бездомные люди, либо нелегальные иммигранты. Для них существуют фонды помощи, которые в случае чего покрывают все медицинские расходы. А все остальные безработные и так далее, за них, за всех платят государство. Поэтому без страховок тут, в принципе, это ничтожно маленькое количество людей. Настолько маленькое количество людей может оказаться без страховки, что даже разбирать это не стоит. Когда я работала в больнице, это были, я не знаю, это были два человека за два с половиной года, которые оказались без страховки, и за них покрыл фонд больницы. Сейчас их еще меньше будет, этих людей без страховки, потому что уже сточились очень правила въезда. Каждый человек, который пересекает границу Европейского Союза, обязан иметь страховку. Значит, в принципе, такой ситуации наступить не может. А все местные люди, безработные, несовершеннолетние, несовершеннолетние, для каждого из них существует своя система, как эту страховку получить. За несовершеннолетних платят или родители школы, институт, до определенного возраста они вовсе привязаны к страховкам родителей. За работников платят работодатели и так далее и тому подобное. То есть фактически это крайне редкая ситуация, чтобы человек был без страховки. На такие случаи существует фонд. Никто никогда не бросит здесь умирать. Никто никогда. Я сама работала в больнице, сама все это лично видела. Абсолютные глупости, тотальная чушь. Все люди, которые говорят, что это так, просто лгуны, потому что ничего подобного здесь не имеет места быть. Людей перевозили без сознания, в коме, в тяжелейшем состоянии. Никого никогда не бросили. Привезли как-то британского парня, его обыскали, и у него не было с собой никаких вообще документов. И они просто сказали, они сначала оказали всю первую ему помощь уже в скорой, потом к нам в реанимацию перевели его, полностью его лечили, и потом только обсуждали. Я слышала, что сходите в фонд, поговори насчет его случая, и что нужно с каких-то денег будет покрывать его лечение. Никто перед этим, когда его привезли в тяжелейшем состоянии, не нашли у него никаких документов, никто не приостановил лечение, ничего не произошло. Лечили его также на общих основаниях. И он очень много дней провел в больнице, и очень тяжелый случай у него был, и очень много на него ушло. Материалов, лекарств, врачей и всего. И только в конце, когда он пришел в себя, он сказал, у меня оказывается есть там британская страховка, там-то, там-то она у меня в гостинице вообще лежит. И вопрос был закрыт. Никто никогда не спросил. Такие случаи я видела, и на других отделениях я знаю, что они были. Это чушь полная. Не верьте никому, кто это так говорит, это абсолютно неправда. Абсолютно неправда. Страховая медицина по-другому работает. Страховая медицина, на мой взгляд, прекрасное, гениальное запретение. И хотя чехи жалуются, мол, много недочетов, если бы они знали только, что творится в некоторых других странах. Но это нормально, когда ты живешь хорошо, и у тебя мало проблем. Это нормально совершенствовать систему. В принципе, я говорила много раз. Благодаря тому, что чехи никогда не молчат, и всегда отстаивают свои права, качество жизни здесь всегда улучшается. Чехи как раз те люди, которые всегда отстаивают свои права, они жалуются по многим параметрам, они всегда добиваются, чтобы система лучше работала. И я это очень сильно уважаю. Я очень не люблю молчунов, очень не люблю тех, кто всё время только подчиняется системе и всего боится, и молчит, страшится, и сам живёт некомфортно. Я такого очень не люблю. Мне в чехах это очень сильно нравится. Очень многие люди пишут мне, что, например, окружение на их родине не понимает их стремления уехать и так далее. Ребят, вам не нужно ничего понимания. Серьёзно, абсолютно вам не нужно. Вот представьте себе ситуацию, что завтра выходит всемирный закон о том, что теперь брак состоит из трёх человек. Не знаю, из четырёх, например. Вы от этого будете как-то страдать, менять свою систему семьи, к которой вы привыкли, в которой вам комфортно вдвоём и так далее. Ну, конечно же, не будете. Тогда какая вам... Даже если все вокруг будут говорить, ну что, у тебя семья какая-то совершенно ненормальная, вас двое, теперь нас всех по трое, мы теперь так живём. Вам какая разница? Ничего в вашем сердце от этого не изменится. Да? Если вы были моногамным человеком, вы моногамным человеком останетесь, невзирая ни на какие изменения, которые происходят в обществе. Также все люди абсолютно разные, все хотят чего-то разного. Я совершенно не верю в национальность, я совершенно не верю в корни. Мне на эту тему очень свободно рассуждать. Я понимаю, что, наверное, другие люди воспринимают эту ситуацию совершенно иначе. Для меня это не является никакой ценностью. Для меня есть только человек, есть только личность, есть только его внутренний мир. Все люди для меня до момента, когда они сделают что-то, что я не уважаю, они все для меня абсолютно одинаково уважаемы и все одинаково ценны, вне зависимости от того, где они живут. И потому для меня в моём мире вот это всё деление на то, что ты там предатель, ты там уехал, или ты там иностранец в чужой стране, я вообще не понимаю этого слова «иностранец». И это какие-то преграды, которые мы сами, люди, создаём себе непонятно зачем. Ведь ситуация с вот этими национальностями, она существует далеко не только на примере Чехии, русскоязычный человек, она существует в каждой стране. Во Франции борются между собой какие-то регионы, там важно Париж или провинции, в Лондоне там районы уже прямо борются целые, и так далее. Люди сами постоянно себе создают вот эти дополнительные преграды. Не будьте вы частью этой преграды. Если вас не делает счастливым участие и возникновение этих преград, не будьте ещё одним кирпичиком вот в этой стене между людьми. Вам не должно быть разницы, что думает общество о вас, поддерживает оно вас, не поддерживает или так далее. На многих этапах вашей жизни общество вас может не поддерживать. Вашим выбором семьи, в вашем выборе питания, в вашем выборе обращаться в медицину или нет. До смешного. Люди ругаются до смешного. Понимаете? Я видела, как люди ругаются, потому что кто-то не хочет ходить к врачам, считает, что врачи зло, и говорит, я обращаюсь только к специалистам по нетрадиционной медицине. И люди начинают нападать, звереть. Да как это так? Да тебе какая разница? Он же обращается, он от себя ничего совершенно не хочет. Так и здесь. Вы просто должны понять. Вы хотите уехать. Вы поделились об этом с обществом. Общество вас не поддержало. Дальше что? Какая разница? Вы же ничего этого общества не просите. Это вы больны делать все, что вы захотите. Выходить замуж за того, за кого вы захотите, жить где вы хотите, питаться как вы хотите, ходить к врачам, получать образование или нет. Мы понацепили на себя миллионы каких-то ярлыков и стереотипов, и теперь изо всех сил пытаемся им потакать. Это абсолютно не мой образ жизни, и я чувствую счастье каждый день, потому что я живу именно так, как я хочу. Я живу во всем именно так, как я хочу. Я питаюсь, как я хочу. Я покупаю то, что я хочу. Мой образ жизни, мой уровень жизни, все такое, как я хочу. Я живу там, где я хочу, и чем больше я делаю выбор в сторону того, как хочу я, тем счастливее я становлюсь, и тем автоматически мне больше плевать на то, что думают другие люди. Потакая другим людям, вы никогда не будете счастливы, никогда. Даже самые, я уже в каком-то из видео моих говорила, самые лучшие советы могут быть просто неприменимы для некоторых людей. Просто неприменимы. Поэтому потакая обществу, страдая от того, что вас не поддерживают, ваша жизнь в это время проходит. А у вас есть шанс выстроить новую жизнь. Иногда малейшее изменение в жизни может привести к совершенно невероятным последствиям. Приведу на моем примере. Когда я стала веганкой, я не думала о том, как моя жизнь изменится, кроме того, что я хотела просто честнее питаться. Я сделала этот выбор, и в итоге за годы веганства изменилось тотально все мое окружение. Изменилась я. Я научилась по-другому относиться к миру. Я научилась знакомиться и принимать совершенно разных людей. Поэтому каждое новое решение в вашей жизни, оно изменит вашу жизнь на 360 градусов, особенно такое глобальное, как переезд в другую страну. Вы сейчас страдаете от того, что вас не поддерживают люди, которые, наверное, просто не судьба, чтобы были с вами рядом. А вы уедете, у вас, может быть, образуется совершенно другой контингент. Общение. Я не говорю сейчас, что все должны уехать и образуются. Просто людям, которым это не нужно, им не приходит даже в голову. Никогда. Ни при каких обстоятельствах, что нужно куда-то уезжать. Если вас эта мысль гложет, если вы постоянно задаетесь этим вопросом, если вы все время возвращаетесь мысленно к этому, у вас уже это есть, вы ничего не сделаете, ничего не искорените. Я пыталась на протяжении 11 лет до переезда. А вообще эти мысли у меня еще раньше появились. Но уже вот, когда мне было 10 лет, у меня окончательно созрело желание уехать. Окончательно. Я просто считала дни, скажем, до того, как я уеду. Я просто не чувствовала себя в своей тарелке. Это никак не связано с нелюбовью к людям, которые мне приписывают. Или я просто не чувствовала себя в своей тарелке. В городе, в обществе, в проведении праздников. Это было все время не мое. Просто не мое. Я могла до бесконечности дальше сидеть и слушать других людей о том, как мне жить, и до сих пор никогда не быть счастливой. А сейчас я счастлива. Я сделала свой выбор, который сделал меня, мою семью счастливой. Мы здесь счастливы каждый день. Каждый день. Я раньше никогда не верила, что можно быть счастливым каждый день. Конечно, заслуга не только Чехии, безусловно. Огромный труд был, глобально произведен. Во многих вопросах я там выросла, поднаторела, разобралась, благодаря всяким решениям, которые были приняты в моей жизни. И только благодаря этому, и в том числе решению быть счастливой, я стала счастливой. Может, это как-то по-сектански звучит, как-то агитационно излишне, но это просто, это искренне, это то, что у меня на сердце. Это то, как я живу. И мне очень грустно всегда видеть каких-то грустных и несчастных людей. Как на моём канале, так и в жизни. Мне всегда очень грустно, поэтому никого не слушайте, правда. Вы останетесь ради этих людей, которые вас не поддержали, потому что они застыдили, потому что они сломали в вас внутренний стержень. И вы только будете видеть, как они тоже чахнут. Потому что человек, который счастливый, никогда не посмеет другому человеку говорить, что то что-то не сможет, это недостойно, или так далее. Вы, наоборот, видя какой человек, будете его поддерживать. Я в состоянии поддержать людей, чьё мировоззрение вообще отличается от моего. Только потому, что я вижу, что этот человек целостный, то, что у него есть объяснение причины, почему он так хочет поступать, то, что для него это будет намного лучше. Даже если я это очень сильно осуждаю, как применимое на свой образ жизни, я всё равно буду его поддерживать, потому что я буду видеть, что он целостный, особенно если это мой друг, который поделился со мной. На протяжении долгих лет я вижу, какой он, чего он хочет от жизни и так далее. То есть, я всегда поддержу, даже если мне его выбор будет непонятен. Если я не смогу просто чисто, от чистого сердца поддержать, я просто скорее промолчу, не позволю себе никогда сказать что-то. Я думаю, что это очень применимо на других людей. Просто какая им разница, уедете вы или нет. Они просто пытаются вас задавить. Это просто какое-то общечеловеческое. Когда ты видишь, что человек исполняет свои мечты, тебе, наверное, просто хочется как-то его прихлопнуть, чтобы он опустил эти крылья, а вы не позволяете, а вы не позволяете. Вы свои крылья распустите, летите куда хотите. Во всех вопросах. Я сейчас вообще не говорю об иммиграции. Я говорю в каждом видео, иммиграция не для всех. Иммиграция — это очень сложно. Иммиграция сломала многих людей, и многим дала, наоборот, новую совершенно жизнь, новые надежды, новые мечты, а многих сломала. Потому это вообще не для всех. Я говорю просто глобально обо всех вопросах. Ну что же, сегодня у нас похолодание. Вчера было 30 градусов, сегодня 19 градусов. И на сегодня это видео закончено, потому что оно и так получается слишком длинным. Я надеюсь, что мы немножечко с вами пообщались, я немножечко высказала свою реакцию на комментарии двух примерно последних месяцев. Спасибо вам огромное за то, что вы пишете, за то, что вы находите время на мой канал, на то, чтобы написать мне. Я представляю, что в нашем безумно занятом мире в 21 веке это огромный труд посмотреть кого-то и ещё написать ему комментарии. Я вам очень благодарна за ваше внимание, за ваш отклик. Я очень рада, что вы такие прекрасные и тёплые слова мне пишете. Я очень рада, что мои видео получают отклик в вашем сердце и что они вам полезны, что они вам нравятся и дарят радость, потому что я только для этого, собственно, это и делаю. Огромное спасибо за внимание и пока!